Специальная коррекционная школа номер 14, место где учатся ребята с непростым характером, девиантным поведением и просто иными взглядами на мир. За свою маленькую жизнь они уже повидали намного больше, чем многие из нас. И это я говорю, не в заграничных курортах и машинах. Поменять что-то в их жизни, конечно, можно, но это требует огромных усилий. А вот удивить, заинтересовать, можно попробовать. На такой неформальный урок в самое историческое место нашего города, этнографический парк истории реки Чусовой, решились поехать всего 8 учеников. Но и далеко не секрет, с какой целью, ведь это прекрасный повод просто сбежать с уроков. И это понимает экскурсовод Светлана, в виде как без особого интереса ребята смотрят на местные достопримечательности. Заходят в избу крестьянина и без вопросов, но с насмешкой. Просто пробегают глазами все, что открывается взору. Вот дочек накиньте, как раньше русские девушки. Конечно. Так, кто первый у нас идет? Зачка. Подожди. Вот так, нормально ведь? Но все кардинально меняется в один момент. Берите, наряжайтесь. Балалайку сейчас в руки еще и передадим. Я был тут раньше, но не давали все потрогать, все посмотреть. Мне очень понравилось. Многие экспонаты нельзя трогать, но так хочется. Хороший музей. Аня всегда казалась, что ничего интересного здесь точно быть не может. Ну что тут, ни компьютеров, ни интернета, даже сеть ловит с трудом. Отправляясь в гончарную мастерскую, она еще раз задает вопрос. Но тут-то мы что забыли? И только после того, как в руках оказался глиняный горшок, а мастер показала, как сделать незамысловатый узор самому. Даже мальчишки забыли о времени. Я вообще впервые держала глиняный горшочек в руках. Рисовать вообще никогда на нем не рисовала. Но я, наверное, подарю его кому-нибудь. А хотя нет, наверное, себе оставлю. Пусть дома стоит, положу чего-нибудь туда. С первого взгляда может показаться, что эти девчонки и мальчишки ничем не отличаются от своих сверстников. Но, может быть, сегодня они спокойны, потому что снимает камера, может, просто собралась не та компания. Но все же хочется верить, что спокойными, терпеливыми и внимательными они стали только потому, что поняли. Это уральская история и чусовские традиции действительно самое дорогое, необыкновенное и ценное, что есть у каждого из нас. И в конце усталые, но довольные, с глиняными горшками в руках. Школьники то и дело повторяли. Неплохой получился урок истории. А это, пожалуй, лучшая оценка. Только легкая усталость.